Беседа с Ашрилой Прабхупадой на утренней прогулке, 5 января 1974 года в Лос-Анджелесе. Он паркует машину. Обрыв записи. Это план о том, как потратить зря свое время. Материальный мир, что это такое? Это место, где есть разные способы потратить пустую свое время, а не для того, чтобы им воспользоваться. Ведь правильно? Это считается одной из наших главных проблем. Свободное время. Людей сейчас много свободного времени, и они не знают, что с ним делать, и правительство не знают, чем занять людей. Они пытаются что-то изобрести, чтобы люди могли потратить свое время зря. В этом проблема. Натеведу с Вартхакатим Хибишном, поскольку они негодяи, они не знают, как использовать время. В чем цель жизни? Куда нужно идти? Они не знают ничего этого. Поэтому они неизбежно тратят в пустую свое время. Это как дети. Ребенок тратит попусту время и обязанности родителей, его опекунов, совместить его деятельность с чем-то полезным, чтобы он не жил попусту. Это обязанность старших. Точно так же, эти негодяи, они тратят пустое время. Нужно занять людей сознанием Кришны, и тогда они смогут использовать свое время. В Голландии не было бензина у людей, они не могли по воскресеньям уезжать за город на машины. И, согласно статистике, количество ссор в семье резко возросло. Полицейские приезжали в дома, чтобы просто разделять людей, потому что они дрались друг с другом из-за того, что не знали, чем себя занять по воскресеньям. Видите, как стало проблемой для людей просто нахождение дома. Шри Лапрапада, раньше у людей воспитывали барманические качества, но как мы сможем занять общую массу людей, с сознанием Кришны, как мы сможем помочь им занять свое свободное время для достижения совершенства в жизни. Просто повторять Харе Кришна. Разве это трудно? Побудить их делать это трудно. Да, созывайте их в наш храм. Поэтому наше общество является самым важным обществом. Мы можем учить людей тому, как правильно пользоваться временем и достичь совершенства. Образописи. Вы используете свое время, Шри Лапрапада. Каждую секунду вы занимаете служение Кришне. И наши старшие духовные братья, они тоже знают это искусство. Но многие из нас еще не научились этому. Это требует практики. Так же, как при помощи практики вы можете стать алкоголиком, точно так же практикуя вы можете стать совершенным преданным в сознании Кришны. Абьяса, практика. В общении практиковать становится очень легко. Например, вы говорите, что вы заняты. При помощи общения вы можете также научиться этому. Общение — очень важный фактор. Обрыв записи. Шри Лапрапада, ваша жизнь очень отрегулирована. До минуты расписан ваш день. Это помогает использовать время? Да. Абьярдха калатвам. Вот что должно быть нашей целью. Мы не должны тратить зря, не мгновение. Если вы попытаетесь разобраться, где вы тратите зря свое время, попытайтесь использовать его. Не нужны они секунды. Тратить напрасно. Абьярдха калатвам. Абьярдха значит испортить. Абьярдха значит не портить. Абьярдха кала. Человек должен сознавать, не трачу ли я время зря. Бомжи тоже пользуются. Они следят за тем, чтобы ни секунды не трезветь. Они действительно... Им это удается. Они хотят пить круглыми сутками. Как только бутылка опустошается, они находят кого-то, кто заплатит им доллар, и они покупают еще одну бутылку. Вот только этим они и занимаются. Святое имя и преданное служение. Вы хотите, чтобы мы опьянели от святого имени и уподобились вот этим бомжам? Да. Есть 8 видов трансцендентной трансформации. Активные глупцы играют в теннис, а ленивые глупцы играют в гольф. Пассивный глупец менее опасен, чем активный глупец. Шри Кришна в Бхагавад-Гите говорит, что в отношениях с Духовным Учителем у нас две стороны. Мы служим и также задаем вопросы. Вы ответили на все наши вопросы очень подробно в наших книгах, и поэтому задавать вопросы похоже, что нет смысла, потому что вы уже ответили на все вопросы. Как же в данный момент правильным образом строить с вами отношения? Читайте книги? Да, читайте книги. Почему я так тяжело тружусь? Читайте книги. Его также нет на лекции. Шута Кирти. Вчера он женился. Вчера он женился. Он официально зарегистрировался. Я пытался убедить его вчера, но он не послушал. То есть он официально сейчас женат? Да. Видно, что тот, кто женился, он сокрушается. А тот, кто не женат, он тоже сокрушается. Разве не так? Тот, кто женился, он думает, зачем я женился? Я бы мог оставаться свободным. И он сожалеет. А тот, кто не женат, почему я не женился, он думает, я бы был счастлив сейчас. На хинде есть такая поговорка. Знаете, Тот, кто съел, тот, кто попробовал Тот, кто не ел, тоже сокрушается. Об этом говорится на санскрите. Крипана. От занятий сексом у него рождаются дети. Как только появляется ребенок, приходят страдания. Ребенок страдает, и родители тоже страдают, им приходится заботиться о нем. Он зачинает еще одного ребенка. поэтому говорится, дети приносит столько трудностей и беспокойств. Он знает об этом, но все равно он делает то же самое. здравомыслящий человек, здравомыслящий человек, тот, кто является дхирой, тот, кто обрел здравый рассудок, он просто терпит эту чесотку. из-за концов, это просто чесотка. Тот, кто способен терпеть ее, он избавляет себя от множества беспокойств. Но тот, кто не может терпеть, он сразу же запутывается. Либо законно, либо незаконно. Это все время приносит проблемы. Поэтому единственное счастье в этом материальном мире, это единственное счастье. Кто, кто желает оставаться в этом материальном мире, он черпает здесь единственное счастье в сексуальной жизни. У него нет другого счастья. И это счастье очень низкого порядка. Тучхам. Что это за счастье? Но они не могут этого понять. Они чешут одной рукой другую руку. И это приводит к очень дурным последствиям. Но он не удовлетворен этим хорошо. Один раз я это сделал. Хорошо. Одного ребенка достаточно или двух. Но нет. И затем они применяют противозачаточные средства, делают аборты. и так далее. Но майя очень сильна. Она будет побуждать тебя дальше. Да, делай это. И снова запутывайся. обрез записи. Он думает, что он стал хозяином собаки, а он стал слугой собаки. Посмотрите, практический пример. Человек заводит пса, чтобы защититься, если кто-то нападет. но пока это не произошло, ему приходится 24 часа в сутки служить собаке. Похоже, что собака понимает, что вы о ней говорите. Она все понимает. Обрыв записи. Все кажется таким новым, таким другим. Первый раз мы пошли в этом направлении, и все выглядит совершенно другим. как будто мы совсем в другом месте. Это материальная жизнь. Мы блуждаем. То в эту сторону идем, то в другую. И мы думаем, что «О, это что-то новое». Так мы блуждаем по всей Вселенной. В поисках чего-нибудь новенького. Но нет здесь ничего новенького. Все здесь старо, как мир. Обрыв записи. Живому существу предлагают сменить тело. Когда оно устает от жизни, когда оно становится нестерпимой. Как правило, старики так думают. Им нужно сменить тело, получить новое тело, тело ребенка. И когда он рождается, они начинают заботиться. Он думает, «О, теперь как мне хорошо, как удобно». Потом он снова стареет. Опять ему все опротивило. И поэтому Кришна по доброте Своей снова дает ему возможность сменить тело. Итак, Пунах, Пунаш, Чарвита, Чарвананам, он жует пережеванное. то же самое, одно и то же. Но сама смена тела дает какое-то облегчение. Например, эти люди, они просто тратят пустое свое время. Они меняют обстановку, из дома уезжают в клуб гольфа. Они занимаются тем же самым, убивают время, либо тут, либо там. Кришна дает нам столько возможностей. Иногда Он говорит, хорошо, стань деревом, хорошо, стань змеем, хорошо, стань полубогом, хорошо, стань человеком, хорошо, стань царем, стань сапожником, отправляйся на райские планеты, на адские планеты. Нам доступно все это разнообразие. Кришна очень добр, Он меняет обстановку в нашей жизни. Живое существо упрятано в этом материальном мире, оно не может выбраться. просит свободы, но оно не понимает, что свобода это прибежище Кришны. С этим оно не согласится. Поэтому Кришна устроил нам все это многообразие. разочарованные майвади, они хотят избавиться от всего этого многообразия. Мир вишеша, буддисты хотят превратиться в ничто, но это тоже невозможно. Вы можете быть ничем какое-то время, но вам снова захочется разнообразие. эти великие Саньяси Майвади, они проповедуют постоянно Брама Сатиям, Джаган Нитья, но они вновь спускаются до политической деятельности, до социальной работы, потому что им трудно оставаться Брамой, Я Брама. Они не могут много дней пребывать в этом положении, поэтому им приходится снова пускаться во все это многообразие, потому что разнообразие мать наслаждения. И поэтому мы предлагаем Идите к истинному разнообразию, к сознанию Кришны, тогда ваша жизнь будет успешной. Майвади не только неправильно понимают природу Абсолюта, они неправильно понимают функцию Дживы. Да, когда человек неправильно понимает что-либо, он все неправильно понимает. Тот, кто допускает ошибку, он будет ошибаться во многом. Они хотят слиться с Абсолютом, они думают, что разнообразие не существует, они пытаются избежать этого разнообразия. Например, иногда человек болеет, страдает от какой-то болезни, и он от безысходности совершает самоубийство, он думает, я страдаю, если я совершу самоубийство, то все прекратится. Но он не знает, что совершив самоубийство, он лишь приумножит разнообразие своих страданий, он станет привидением, став привидением, вы не способны ничем наслаждаться на грубом уровне, и тонкое тело вас будет беспокоить, поэтому призраки, они всех беспокоят. У него нет грубого тела, чтобы наслаждаться. Люди, которые одержимы призраками, например, мужчина призрак, он овладевает какой-нибудь женщиной, а женщина призрак овладевает мужчиной, вы знаете об этом? Так именно происходит, так люди становятся одержимыми. В Нью-Йоркском храме живет в Бруклине, живет призрак наверху, это был старый дом, где жили монахини наверху, была комната, где они умирали, и когда преданные переехали в храм, там были призраки, до сих пор они там есть, есть одна комната, они до сих пор приходят туда, преданные повторяют Харе Кришна и зажигают благовоние, и что, они не уходят? Но они не причиняют вреда, они никому не дают заснуть в той комнате, они нападают, многие люди видели призрака, многие преданные, но призрак не может оставаться там, где повторяют Харе Кришна, обрыв записи, когда отправитесь в Индию, все пожертвования нужно направить на строительство храма во Вриндауне, я лично позабочусь об этом, поэтому привозите все собранные средства ко мне, когда мы пойдем в Индию, да, обрыв записи, Рамешуар рассказал, что у него есть цифры, но мы должны получить их от него, обрыв записи, это человеческая жизнь, вы должны сами выбрать, каким путем пойдете, снова умирать или обрести бессмерти, положить конец смерти, эту возможность дает человеческая форма жизни, карми, гьяни, йоги, они идут к смерти, смерть ожидает их, но бхакты предвные достигают бессмерти, пунарджанма-джаяя, они одерживают победу над следующим рождением, раскал, цивилизм эти невежести цивилизованные люди знают, что ожидает их в следующей жизни, как можно остановить смерть. Великие знатоки Бхагавадгиты не понимают этого, так называемые ученые, не понимают, но все это есть в Бхагавадгите. они не понимают, они говорят, что это такое. Они не понимают. Люди не могли наслаждаться в этой жизни, и они беспокоятся о следующей жизни. Когда люди осознают, что они не могут наслаждаться, как хотят в этой жизни, они беспокоятся о том, что случится с ними в следующей жизни, но они не знают, что случится в следующей жизни. Они не знают, поэтому они закрывают глаза. Они говорят, нет, следующей жизни нет, всему наступает конец, нет следующей жизни, и это приносит им какое-то удовлетворение. Как кролик, в минуту опасности он закрывает свои глаза, вот так. Он думает, что нет опасности больше. И вот эти негодяи, подобные этим кроликам, они не могут выразумить себе, что эта жизнь приносит столько страданий. Они понимают, что в следующей жизни будет снова трудно, и поэтому иногда они совершают самоубийство, они думают, что после самоубийства все остановится, ничего не будет, и поэтому соответственно никаких беспокойств не будет. Все это проявление невежества. В психологии это называется подавление, репрессия. Когда мы признаем реальность, но отказываемся верить в нее, мы выдавливаем ее из своего сознания, подавляем ее. Есть такая философия стоицизм, они считают, что жизнь приносит страдания, и нужно быть очень упорным, чтобы научиться выносить эти страдания. Стойким вы станете или не стойким, вам приходится страдать. Как вы можете это остановить? Просто став стойким. Есть такая философская школа, стоицизм. Какова их философия? Они считают, что мир полон страданий, и они становятся очень стойкими, они стойко выносят эти страдания, без эмоций. тот, кто способен страдать и терпеть эти страдания, не жалуясь, этот человек по-настоящему благородный. Но это означает, что они не знают, как прекратить страдания. Да. Есть одна категория людей, они пытаются стать очень сильными, чтобы научиться терпеть страдания, а другие философы, они превращают все в ничто. Речь не идет в том, чтобы не страдать, но они пытаются превратить все в ничто. Не существует ни страдания, ни отсутствие страданий. И то, и другое устранено. Эти философы считают, что страдания невозможно устранить, поэтому нужно быть сильными и терпеть это. но другие философы говорят, страдания есть, но нужно превратить все в ноль, в ничто. И те и другие лишены знания о том, что есть истинная жизнь, реальная жизнь, где нет страданий. Это сознание Кришны. Жизнь есть, но страданий нет. Они как совы. Дукхани вретти. в конечном итоге необходимо положить конец всем страданиям. И это сознание Кришны. Ананда Майя Бьясат, только Ананда, танцы с Кришной, танец расы. Предположим, что такая жизнь есть. Вы только танцуете, едите, поете, никаких страданий. неужели кто-то от этого откажется? Найдется ли такой глупец? Они все отказываются. Они отрицают это? Нет, нет. Это уже другой вопрос. Допустим, предположим, что такая жизнь есть, где вы можете просто танцевать, есть, жить вечно, счастливо. Разве вы не захотели бы жить такой жизнью? Конечно, каждый бы захотел. так это мы и даем. Но они думают, что такого не существует. Они думают, это другое. Теоретически предположим, что есть такая жизнь. Разве вы не согласились бы? Верите вы или нет? Это уже другая сторона дела. Но вот наше предложение, есть такая жизнь? Захотите? Кто скажет нет? Все скажут, конечно, захотим. это вопрос понимания. Такая жизнь существует, но поскольку он разочарован из-за того, что его обманывали постоянно, он думает, это тоже очередной обман. Понимаете? Поэтому проповедь сознания Кришны это попытка убедить человека, что такая жизнь существует. Вот что такое проповедь. но что убедит его в том, что это не очередной обман? Это не обман, это факт. Но что убедит его в этом? Когда он увидит наш пример, мы поем, танцуем, вкусно едим, а вы что делаете? Вы ерунду какую-то несете, у вас нет мира в жизни. А взгляните на наших преданных в сознании Кришны. Вот вам демонстрация, практическая демонстрация. Они не могут очиститься. Приходите к нам и очиститесь. Бхактино Такур говорит, мы не хотим от вас ничего. Я дам вам еду, я дам вам все, просто приходите ко мне и повторяйте Святое Имя. Вот наша проповедь. Мы не говорим, делай это, делай то. Не делайте ничего, просто приходите к нам и пойте Святое Имя. Как католическая церковь в разных местах по всему миру, они кормят людей. Но мы не только их кормим, но даем им Святое Имя, танцы, и они видят, что это нечто высшее. Да. На самом деле мы можем видеть, это на практике происходит. к нам приходят в духовное небо нашу фирму, много больших бизнесменов, и они видят, как эти юноши, они зарабатывают деньги, но при этом они танцуют и поют все время. Это практично, это практично. Поэтому в Индии нас считают самой богатой организацией. в парламенте нам задали вопрос, где движение сознания Кришны берет свои деньги? И парламенту ответили с распространением литературы. Так им ответили в Индийском парламенте. Поэтому если вы просто будете продолжать распространять, издавать наши книги, то наше движение будет продолжать существовать. Вы должны верить в это. И не будет ни в чем недостатка. Вы все получите. Наши соседи спрашивают нас об этом. Так ведь? Вы живете такие счастливые. Откуда у вас деньги на вашу счастливую жизнь? Эти продавцы в магазинах продолжают спрашивать. они завидуют эти люди. Как это так? Они наслаждаются жизнью, не работая тяжело. Весь Бомбей в удивлении. Когда мы успели купить землю, столько было батарей. Я мгновенно отправился туда, купил, и все прекратилось. Они удивлены. вы знаете, там есть две очень упрямые группы, которые обманывали нас. Чаган Лал, он внес задаток в размере 51 тысячи, когда вопрос о сделке решался. Он пришел и сказал, если вы дадите мне три лакха, я пойду на компромиссы. я был готов заплатить ему три лакха. Мистер Ганатра мэр, которого я попросил посодействовать этой сделке, сбил цену до двух лаков 25 тысяч. Затем сказала госпожа Найр, если он получит все деньги, то что мне достанется? Тогда мне пришлось договариваться с ней, сколько он заплатит. Она подняла с одного лакха до одного лакха 40 тысяч. Сколько осталось? 85 тысяч. 85 тысяч. Я сказал, хорошо, я заплачу, заключайте сделку. Я выплачу разницу 85 тысяч. Другой человек по имени Ратна Парик Чаган Лау другой. Я заплатил ему еще 85 тысяч. Это тоже черные деньги. Мы выплатили ему неофициально, деньги были пересчитаны и положены в чемодан. И он запер его. У него был ключ, а деньги были у меня. Как только суд принял договор купли, я вручил ему чемодан. Затем этот Ратна Парик сначала он предложил, что продаст дом за 20 тысяч. Когда я приехал, он знал, что может диктовать цены. Он сказал, 20 тысяч это старая цена, сейчас цены поднялись, я не могу продавать. Он знал, что мы хотим купить. Тогда я сказал, что вы хотите? Я хочу 30 тысяч. Хорошо, берите. Я не спорил, так и все уладил. И отец нашего Гирираджа оценил это, он сказал, что лучше плохая сделка, затянутый процесс. Поэтому я прибег к этому принципу. Это была плохая сделка с 20 тысяч до 30 тысяч. Но я ее заключил. Я даю вам неофициально 85 тысяч, сказал я. Но я добился одного, потому что если бы они аннулировали договор, а они хотели поднять цены с 14 лаков до 20 так было договорено между представителями сторон. Они хотели аннулировать договор и получить 20 лаков и разницу разделить между собой. Они договорились об этом. таким образом я сошелся с госпожой Найк на 14 лаках и 50 тысячах добавив сумму. Так вы сэкономили 500 тысяч. Да, представители хотели миллион семьсот. Но по милости Кришна я смог договориться за миллион 450. Вы смогли убедить ее устроить сделку за меньшую сумму. Да. Это были белые деньги? Да. 14 лаков 50 тысяч белыми. Она должна быть удивилась, когда получила столько денег. Да. Обрыв записи. Только 10 лаков. Затем Каранда послал сколько? Сколько ты послал? 20 тысяч. Это сейчас не два лака по нынешним деньгам. 8 рупий за доллар. Получается около 160 тысяч. Затем мы передали еще около трех лаков. Таким образом мы заплатили больше 16 лаков. Черными, белыми, все вместе. для Кришны все возможно. Ей нужно было заплатить 14 лаков, 50 тысяч. Затем налог на продажу 2 лак хан. 60 тысяч или 6 тысяч. Затем регистрационный взнос. Это было очень дорого. Обрыв записи. В конце этого месяца Соединенные Штаты будут уничтожены кометой Кахотек. демонические принципы они примут сознание Кришны. Что они говорят после разрушения и что дальше? Они все переезжают в Мексику и Канаду чтобы уйти из зоны разрушения. Они не знают что случится после этого. в момент опасности они убегают. Очень хорошо. Господь Иисус пришел чтобы спасти падших душ а они все убегают. Они такие хорошие христиане что в момент опасности они убегают в Канаду. Только посмотрите как они боятся смерти. хотя они сами проповедники священники они те же самые обычные люди боящиеся смерти. Если мы будем придерживаться сознания Кришны мы не будем бояться смерти. Нам нужно будет лишь умереть ради того чтобы переместиться из одного места в другое. Вот и все. Чтобы вернуться домой никто не боится вернуться домой. Это доставляет радость. Так вы избегаете смерти. Смерти не существует для вас. Если мы просто будем это практиковать смерти больше не будет. Смерть закончится. Это факт. Или сделайте что-нибудь для Кришны. Не тратьте времени зря. Ни секунды. Тогда больше не нужно будет умирать. Потому что это состояние бессмертия. Я лишь коротко поменяю тело. Вот и все. То есть наше служение бессмертно. Да. Предное служение бессмертно. Это бессмертное положение. Вы соглашаетесь с этим или нет. Теолог. Или у вас есть что возразить. Это бессмертие. Потому что это действие души. Да. Похоже, что дождь начинается, прапада. Может быть, нам срезать? Или я могу пригнать машину? Нет, нет. Мы не погибнем от этого. Душу не смочить ничем. Нет, это приятно. Вишвампурна сухаяте. Для предного все приносит счастье. Он не чувствует несчастье. Ни в каком состоянии. Они счастливы. Вишвампурна сухаяте. Для непредного все представляет проблему. А для предного все счастье. В этом разница. Это факт. Это не воображение. Кришна говорит, мы страдаем из-за греховной деятельности. Но преданный не действует греховно. Он полностью предался. греховно. Продолжение следует... Продолжение следует... греховно. Продолжение следует... греховно.